Сергей Тимченко любезно согласился сделать веб-сайт для любителей линукса. Он очень много поработал. И сайт практически будет построен примерно так же, как и блог. Но в отличие от блога, никто его не сможет закрыть, потому что подписная цена, значит, на год стоит, включая там думенное имя и прочее, прочее. Около там 35-40 долларов. Но, как говорится, полными хозяевами на этом блоге будет Сергей и я. Для чего мы это дело делаем? Чтобы никто произвольно не мог просто взять и удалить хороший там блог или так далее, как это частенько бывает, к сожалению. Сергей, я просто хочу, чтобы вы показали пользователям, как примерно будет выглядеть веб-сайт. Имя еще нет, еще, как говорится, надо набрать деньги, чтобы купить доменное имя, придумать название. Ну, вот уже практически сайт-то сам по себе готов, не так ли? Да, сайт уже полностью готов. Он пока на локалке у меня. Я его собирал на локалке. В принципе, он готов уже к тому, чтобы его загрузить на хостинг. Но для этого надо привезти домен еще придумать, проплатить его. И есть у меня хороший хостинг, на котором я раньше работал. Уже там надо купить аккаунт и загрузить сайт уже. Он готов полностью. Ну, в принципе... Ну, так он выглядит, вот его внешний вид. Ну, собственно говоря, мне внешний вид-то довольно-таки нравится. Он такой не яркий, не броский, глаза не режет, а вот все самое необходимое на нем, как говорится, есть. Я смотрю, вот тут есть и ссылочки, там, и опросы, и программы, и сборки. Немножечко, ну, так вот, пробегись, Сергей, расскажи людям, хотя бы там вот по главам там или как там, что. Поскольку ты сам его делал, вот чтобы люди примерно знали, на что. Ну, в принципе, я все твои просьбы прослушал, и примерно по твоим задачам я его так и сделал. Значит, у нас два вида меню. Верхнее меню маленькое, здесь главная страничка, контакты, связь с автором и с администратором, поддержка. Ну, в принципе, три верхней менюшки. Нижняя менюшка здесь ведут на ссылочки уже основных каталогов сайта. Основы и дублируются уже в развернутом виде с левой стороны. А, ну, ну, понятно. Нижняя менюшечка, то, что сверху, она есть, вот, основа дистрибутива сборки программы. Слева менюшки все их повторяют уже в развернутом виде. А, вот я смотрю, я... Вот здесь уже встроены блоки опросов. Да, 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 это важно. У меня довольно-таки любопытные получились опросы, вот они сейчас уже на моем блоге есть. Это все я сейчас копирую полностью с твоего блога. От того, что есть, вот есть страничка опроса, здесь уже все. Ага, ага. У нас есть, и, в принципе, результаты я каждый день захожу на твой блог и дублирую все эти показатели. Ну, я, вот тоже у меня получилось, очень много людей предпочитает Linux Mint. Причем, значит, вот, и то, та же ведь история и на основном сайте, на английском, на DistraWatch. Тоже большинство лидирующие позиции принадлежит Linux Mint, а люди, как говорится, зря не будут, как говорится, писать. Я могу даже на своем опыте сказать о себе в городе, вот, желающим поставить, ну, я показываю разные дистрибутивы, и, как правило, все мне тычут пальцем на Мин. Вот это. А не объясняют, почему? Новенькие люди, которые с Linux'ом еще его глазами видели никогда, вот им больше всего нравится именно Мин. О, значит, не зря мы сделали свой выбор и сделали наши сборочки. Ну, хорошо. А как, допустим, ну, я прикинул, значит, там 35-40 долларов нужно набрать, чтобы зарегистрировать доменное имя, придумать там еще какая-то там регистрация, да? Доменное имя и хостинг. И вместе это где-то там 35-40 долларов потребуется, да? Порядка 35-40 долларов. Значит, как... Это годовая подписка, домен на год и хостинг на год. Вот я вижу, поддержите нас, да? Да, здесь есть уже раздел. Ну, в принципе, я же говорю, сайт готов для того, чтобы он на хостинг уже набрать. Я просто хочу пользователям, значит, подчеркнуть, что в первую голову, значит, посылайте деньги не мне, а Сергею. Почему? Потому что он делает этот сайт, и ему нужно деньги именно, чтобы зарегистрировать и все дела сделать. Причем сумма 35-40 долларов, это учитывая, что у меня посещение на сегодняшний день, я сейчас точно скажу, абсолютно... Вот сейчас возьму специально, даже обновлюсь. 84 614 человек, посмотрел я его с начала прошлого года. Ну, я думаю, найдется человек, там, 35-40, которые просто даже тупо по доллару возьмут, переведут эти деньги тебе, и чтобы сайт существовал, и чтобы была, так сказать, людям реальная поддержка. То есть, в данном случае, значит, как автор блога, я обращаюсь к людям, которые смотрят мои видеоролики, и которым, допустим, нравится смотреть именно видеоуроки. Вы видите, что у меня очень мало писанины на блоге, самый минимум, а в основном все видеоуроков. Вот. Ну, если вам, как говорится, одного доллара, как говорится, не жалко для сообщества, то вот здесь вот даны координаты Сергея. Можно просто ему послать, значит, на Perfect Money, вот кошелечек его, или, значит, банковским переводом, вот его банковские данные. Просто скопируете, понесете там свой банк, покажете, как что. Через пару недель появится вот здесь вот номер карточки, там какая будет, Сергей, виза или что там будет? Я пока не знаю, или виза, или мастер-карт, но это через две недели. Да. И тогда можно будет, ну, вместо вот этих иксов, увидеть номер банковской карточки, можете переводить деньги вот сюда. Значит, поскольку, значит, ни Сергей, ни я мы с этого дела, как говорится, ни копейки иметь не собираемся, но вот поддержать такое полезное начинание, я считаю, что было бы разумно, и причем, ну, я не знаю, Сергей, я не спросил, а возможен ли вообще такой вот смешной банковский перевод, допустим, в размере, допустим, одного доллара? Или там начинается с каких-то сумм, там, допустим. Не знаю, в моем банке принимают любые суммы. Ну вот, поэтому я, значит, пользователям, кому, значит, нравится мой блог, и кто хочет, чтобы нормальный веб-сайт также был, значит, давайте, народ, поддержим доброе дело, переведите, значит, необходимую сумму. Сергей, можешь что-нибудь такое сделать, чтобы, а, ну, это придется мне делать на своем блоге, статистику, допустим, сколько, какая сумма денег набрана, чтобы мы могли людям уже сказать, что вот необходимая сумма набрана. Ну, будем держать людей в курсе, как продвигаются, значит, дела. Ну, это пока у тебя придется делать. Да, 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 да. Он не видит, он на локалке стоит у меня. Ну, я просто людей прошу деньги присылать не мне, хотя вот мои банковские данные есть. Это уже, скажем, тема не столь важная, а более важная, как говорится, именно строительство сайта. Вот, поэтому, пожалуйста, значит, вот сайт, вот, видите, уже практически готовый. Остается сделать только регистрацию. Здесь вот мне понравилось, Сергей, покажи, где ты сделал, с какой страницы видно, с главной, да, что тут вот последние ролики, которые, он автоматически цепляет последние несколько роликов. Я подключил твой канал Ютуба, и последний ролик, который ты публикуешь на Ютубе, он автоматически будет подхватываться вот здесь, да? Ну, вот. Здесь выведено два последних видеоролика, которые на твоем канале Ютубе. Ну, ладно. Ну, в общем, не знаю, я так сказать, дойдет наша информация до пользователей или нет. Значит, запомните, здесь никто, значит, ни у кого там не клянчит и не принуждает. Если, значит, вы в силах там оказать поддержку, окажите. Если нет, никто вас, как говорится, упрекать не собирался и не собирается. Вот. Но дело само по себе, значит, это нужное. Так что, думаю, среди 80 тысяч просмотров и 2000 моих подписчиков, ну, найдется человек, там, 35-40, которые смогут как-то это дело сделать. Так что, вот такой вот, скажем, ролик, который, значит, уже зависит от вас. Какое там отношение иметь и так далее, помочь или не помочь. В общем, давайте. Дело нужно именно для... Ну, я считаю, что для русскоговорящих людей, по-моему, вот я пытался просматривать другие ресурсы. Собственно говоря, есть большой плюс, потому что тут все сконцентрировано в одном. Не только на ролике с YouTube, но еще сам по себе, значит, блог, вот будет веб-сайт, и плюс файлик в формате Cherry 3. То есть у людей будут хорошие, такие нормальные источники информации. Им гораздо будет проще ориентироваться в мире Linux. Как ты считаешь? Конечно, конечно. В основном я по себе беру, потому что впервые начал своих роликов знакомиться с Linux. Раньше никак не получалось. С моих, что ли? Именно своих роликов. Потому что лучшие в одном месте информации я, в принципе, в свое время не нашел ники. Ну, я тоже стараюсь как-то там пропагандировать людям программу Cherry 3, потому что она работает и на Винзе, и на Linux. И вообще это чудесная программа, и позволяет, как говорится, собирать целые коллекции всего чего угодно. И в данном случае... Ну, я согласен, я с Вишенкой работал уже больше трех лет, еще на Windows она у меня тоже стояла. Лучше я не ношу. Да, да, да. Эх, много перепробовал разных всяких этих блокнотов. Вишенка самый оптимальный вариант, тем более он и на Linux работает. И на Windows, и плюс он хорошо через облако еще синхронизируется. У меня же файлик на Cherry 3 на Mega синхронизирован, так что у меня, если что-то происходит, какие-то изменения, у меня тут же все это дело синхронизируется с Mega. Ну, на Dropbox'е стоит тоже сонная. База сама стоит на Dropbox'е. А то есть, разный компьютер. Ну, ладно. Ну, в общем, мы с Сергеем вам подготовили, значит, вот такой вот небольшой видеоролик. Если вы считаете, что вот это дело нужное, то, значит, каждый помогайте в меру своих сил. Значит, единственное, что если поискать, собственно говоря, в сети вот ничего подобного я так не находил, вот, чтобы было очень все сгруппировано там, от А до Я, именно вот, для начинающих и так далее. Ну, тут все расспросано, да? Да, а здесь как-то все в одно... Ну, ладно. Ну, Сергей, большое тебе спасибо за то, что ты столько времени потратил и создал, значит, вот этот веб-сайт. Ну, будем надеяться теперь на наших пользователей. Ну, ладно. Ну, удачи, Сергей, давай. Ну, взаимно, всего хорошего. Ну, давай.